купили с утра сегодня два баллона и какой-то идиот или идиотка я сейчас когда домой заходила выходила соседка и она видимо нажала зачем-то на наш этот домофон и оставила его нажатым и смотреть теперь что перески ранит у антез вот ки-но и станет мандо и скеландра у нас аккеда у пульса надо вниз идти и нажимать по-новому чтобы это соседка на прям со мной сейчас выходила наверное она умалишенная или чего не знаю больная на голову сейчас вниз надо сходить и отжать в общем я варю себе хинкали я очень давно не была на шопинге я приехала или с малагу какая кружка чтобы пошататься поглазеть 20 сантиметров а у меня 18 мой шатан машина и кстати я там с подругой переписывалась на визе сейчас ответ свой блинница какая смотрите 22 сантиметра маленького 5 евро всего стоит слушайте мне кажется надо приобрести блинчики такие маленькие хорошенький получится как вы думаете а снука надо посмотреть на индукционный подходит цена на нашем нерусском газ что-то по-моему не подходит глаз электрик или лагин сыра на нерусском написано короче непонятно а так очень интересно в общем я шатаюсь по магазинам и и все шатаюсь по магазинам а я вот еще чай для тебя такая штука тоже давно хотела такая прикольная странные дела у нас происходят смотрите зара закрылась а что такое непонятно интересно девки пляшет вообще у нас нашем городе вот биржка закрылась потом еще какой-то магазин вот именно вот эта сеть вот проксима апертура может быть они перестраиваются убери тоже закрыт но даже странно вот эта сеть они почему-то закрываются то ли на 1 какое-то оформление то ли непонятно что что тут осталось две магазины два магазина ладно в очень дым пойду схожу купила себе чехол на телефон потому что вот этот чехол это вот как телефон я себе купила не знаю когда вы полгода назад наверное и вот он приходил в этом чехле а он уже видите какой весь какой-то желтый некрасивый сейчас мимо проходила говорю дай-ка покуплю себе чехол потом вам дома покажу вот и кабель еще купила один тоже мне когда переношу данные видео с телефона на ноутбук все время тырку за другим в общем так вот что-то здесь все переделали так давно не было сейчас нахожусь велос милис малага то от нас где-то минут сорок езды вот что-то решила сюда тут что-то как-то все переделали я помню там вот есть магазин я там прикольный тоже бывает одежда обувь разная и кроссовки красиво смотреть блестючие цена 69 евро прикольные вот тут можно было чехол тоже купить я сейчас манго что-то как-то на камере не так смотрится вот это вот вот тут мне не нравится как как-то не сильно утягивают знаете хочу какие-нибудь себе широкие джинсы это 42 размер но не знаю чуть не ту вот я в своих штаниках короче прикол в чем зашла в очин дэм там примерялки где примерить им одежду закрыта я короче купила их я говорю можно их вот померю сейчас машине города конечно ильвон в туалет идите и там померите или принесите если что но я сделала мне я зашла в манго здесь и зеркала и все дела в общем померю сейчас типа взяла вот такие штаны померить вот померю и эти штаны заодно и вот эти если не подойдут то обратно отнесу смотрите эти сидят намного лучше видите правда же ведь намного лучше вот прикольный не вроде даже нравится сейчас всего-то эти померю вот ну Если вы думаете, что я море променяла на шопинг, вы глубоко ошибаетесь. Ничего не променяла, попила кофе и бегом на пляж. Видели, сколько народа мало было в торговом центре? Потому что сиеста, это время гулять, тишь да гладь, божья благодать. Про хинкали. Сделала вывод, что их нужно сразу замораживать, а иначе они, естественно, раскисают от влаги. И, в общем, получилась фигня на постном масле. Но я это масло удобрила сметаной и получилась фигня на сметане. Ну, ничего. Вы знаете, я хоть и люблю вкусно покушать, но я не очень привередливая. То есть, если фигня на сметане, то тоже нормально. Чарли тоже жуткий поел. Я поела внутренности. Бульончик, ну, ложечкой похлебала, ничего страшного. Зато теперь знаю, что оставлять в холодильнике их до завтра нельзя. Их сразу надо замораживать. Вот. И что-то, знаете, так быстро на этом шопинге прошлась. Буквально за полчаса больше ехала туда. Вот. И что, даже не поняла, было ли... А было ли это на самом деле? Ну, ладно. У нас, знаете, вышло из дома, даже гром гремел. Ну, вот не пойму, откуда он гремел. Ну, пасмурно, конечно, но не так, чтобы прям гром гремел. Не знаю. Сейчас вот у телефона спросила, что там с дождем. Сказала дама, что будет дождь. Когда будет дождь, непонятно. Но пока нет. И вот иду. То очки надену, то не надену. У меня, знаете, вроде как из очков светло, а с очками темно. Ладно. Пойдем посмотрим, что там у нас на море творится. А вообще, знаете, погода вообще суперская, классная. На улице прям тепло, хорошо. Когда ветра нет, там вот парни рыбу ловят. Я уже даже подумываю убрать разные пуховики и теплую такую прям совсем зимнюю одежду. Потому что вот сейчас уже, знаете, у нас 18 там градусов, 20, 23. То есть уже эти 18 градусов, они не те самые, которые были в январе. Видимо, это связано с ветром, что как-то, я не знаю, он теплее становится или что. Ну вот на улице намного теплее стало. Немного теплее за окном. Ну как можно вот это пропустить? Ну вот как? Ну никак нельзя. Ой. Вот видите, лежат. Типа загорают. Пойду обратно. Ну вот как? Какова красота? Друзья, сейчас быстренько оглянусь, никого ли тут нету, и пожду стыпчу вот эту вкуснятину. Мама дорогая, как это вкусно. Я немножко, простите меня, хозяева. Но это просто... Никто не видит. На ты взял я зерна, по ты взял я домой. Вроде никого нету. Буду наслаждаться. Ой, бля, что там идёт? Быстро прячу в карман. Вовремя я. Это только так вот русские могут. Вот испанцы, мне кажется, так не делают. Как красиво здесь. Какая красивая природа. Завтра я опять там пройду. Надеюсь, его ничем не обработали. Боже, друзья. Кто любит горошек зелёный? Это же просто вкуснотища. Мы помним в детстве на полях, на багажник прям с ботвой нагружали и домой везли. Потом сядем на скамейки и едим. Ой, какой вкус. Детство. Вы знаете, в магазинах его продают уже такой перезрелый. Но они его так не едят. Они его в готовку, в еду. Поэтому он такой перезрелый. А здесь нежненький. Слышали? Мук-банк. Всё, что ли? О, можно посидеть, отдохнуть. Если вдруг устали. Ой, какая вкуснятина. Поставила бульон вариться на завтра. Суп будет. Такой, с этими. Ну, вы поняли, которые вчера лепила. Лепёшки такие. И салатик делаю из красной свеклы. Я вообще люблю такой салат. Сметаны. Добавляю сыр. Чеснок. Красная свекла. Или свёкла. И сметана. Ну, естественно, соль. Можно перчик по вкусу. Конечно же, где же он у меня тут? Вот почему бы и нет. Вот почему бы и нет. И будет такой вот у меня завтра супчик. И салатик. Уже заварила себе чай. Валерьяночек, чтобы спать хорошо. Сейчас ещё добавлю туда чайную ложку мёда. И будет шикарно. Тамбовский мёд тебе, товарищ. Вкусный, зараза. Ммм. Как конфетка. Вот представляете, раньше ненавидела мёд. Не, ну не то, что ненавидела. Не любила. А сейчас вкусно. Так что вот так, друзья. Приготовила себе яблоко. Водичку с лимоном. Сейчас сварится. Там курица, поэтому сварится быстро. И всё. И буду с вами прощаться до завтра. Всего самого наилучшего. И всем пока-пока.